привет 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 ребят о все пошел эфир ребят пока все собираются я сейчас сразу же объявлю что может быть еще не все знают но я еще сделаю рекламу питер я перенесла питер перенесла дой на декабрь на 10 11 декабря по моему сейчас скажу сразу же да на 10 11 декабря питер перенесен перенесенным по двум причинам первая причина достаточно мало регистрации было люди звонили писали и говорили конечно что мы придем но зарегистрированных не было то есть они просто вот так вот у меня так ребят не получается то есть у меня нет столько финансов чтобы я могла нас за свой счет и зал оплачивать и жилье и дорогу думаю о том что как бы ну наверное все свершится поэтому если нет регистрации то мне приходится отменять я думаю что следующий раз этого уже в питере не будет потому что ребята мне начали писать но я уже у меня уже другая встреча я уже еду в краснодар на 13 число поэтому уже все давайте как-то будем мне хочется с вами увидеться правда и если вам хочется увидеться нужно как-то это чтобы я понимала что это действительно встреча будет чтобы я понимала как бы как на что мне туда лететь за что мне туда лететь вот это все обычные банальные вопросы которые которые в любом случае есть они или нет они они существуют это первый момент и второй момент я ребятам закрытом клубе уже говорила у меня было желание уйти вообще с экранов с крана заголовых экранов как минимум на год во мне начались такие процессы достаточно глубокие и добрый вечер и эти процессы они настолько настолько большие для меня что не каждый не каждый момент я могу обличить это в слова то есть они настолько новые для меня в моем мире этого не было я не читала это нигде в книгах я про это не пишут и не говорят и я теперь понимаю почему про это не пишут и не говорят не пишут и не говорят процессы которые происходят дальше потому что их во первых очень 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 сложно рассказать в той речи которую мы употребляем это первый момент и второй момент что когда происходят вот такие вещи у тебя пропадает желание вообще что-то рассказывать кому-то рассказывать и ты хочешь уйти в другие в другие процессы в иные процессы я бы так наверное сказала да вот сама очень жестко произошли очень четко очень жестко не знаю как это сказать произошли такие моменты вот и да я хотела оставить только закрытый клуб свой убрать все эфиры я даже на автополстаре перенесла она убрала несколько эфиров что говорю что я не буду думала с вами здесь сегодня попрощаться и уйти только в закрытый клуб но немножечко разгрузилась немножечко все подобрала и мне как-то стало наверное посвободнее для самой себя вот и вот этот вот наверное ретрит который будет с 28 ноября по 2 декабря он наверно будет каким-то ключевым для меня лично для меня что я пойму насколько меня готовы поймать поймать понять в моем новом состоянии ребята насколько они готовы принять ту информацию которую я дам на этом ретрите насколько насколько готовы люди идти вот так далеко и так глубоко к самому себе если я пойму что есть готовность если я пойму что да я могу донести хотя бы маленькую толику того что со мной происходит то я буду делать дальнейшие ретриты если я пойму что я на сегодняшний день не могу новые состояния облегчить в слова то теряется весь смысл моих ретритов то есть я понимаю что я уже прошлый прошлого то что я изначально давала это уже такое мелкое но это уже такое незначимое и это не 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 имеет абсолютно никакого значения зная то что сейчас происходит со мной и вот как раз если уже не нет у меня желания давать то что давала я до этого нет у меня желания потому что это это уже это уже тот уровень это уже прошло вот и если я буду четко понимать четко ощущать и что ребята идут и берут и видят вот в в моем поле в моих энергиях моих словах моих высказываниях того нового себя смогут словить то конечно же я все это продолжу конечно же я это все буду дальше продолжать если это будет смысл потому что настолько все обнулилось вот у меня сегодняшняя тема до воплощение в разуплотнение я не буду всего говорить да то что я вчера рассказала ребятам закрытом клубе я у меня есть еще есть практически две недели понять те процессы которые происходят со мной чтобы их я могла скомпоновать и вынести из из себя чтобы я смогла на ретрите раскрыть раскрыть новую новую составляющую и я так немножечко забегу вперед пред приоткрою да что что такое про что я вообще говорю то есть я изначально я изначально говорила рассказывала рассказывала вам что такое смерть да мы все мы многие на самом деле многие люди побывали в предсмертном состоянии co то к в предсмертном состоянии но это когда ты понимаешь что твое белковое тело умирает но она не умирает до конца потому что оттуда еще никто сюда не переходил вот и когда вот это вот белковое тело но ты понимаешь что она умирает или какой-то стадии но там тэн 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 и Endon и раз и обратно сюда у тебя приходит новое сознание которых там я могу говорить многие вещи, да, я эти состояния переживала, и так получилось, что не один раз. И я думала, что это и есть как раз та смерть, которую мы можем пережить. Я думала, что это и есть та смерть, потому что я не слышала, чтобы кто-то рассказывал о другой смерти, я не слышала, чтобы кто-то рассказывал и о других чувствованиях, что может происходить за этим. Но сейчас я понимаю, что белковая смерть – это всего лишь маленький этап. А когда наступает смерть вне белкового тела, когда твое белковое тело остается более или менее здоровым, а умираешь ты… Я не буду туда залезать глубоко, да, сейчас вот это в эфире смысла нет выносить это. На ретрите об этом поговорим. На ретрите, и кто не может приехать на марафоне. И когда ты умираешь вне белкового тела, то происходят абсолютно другие… Другие распаковки самого себя. Происходят те состояния, когда у тебя идет тотальное обнуление, тотальная смерть через жизнь. Когда ты понимаешь, что все есть жизнь только через смерть. Когда ты видишь смерть, ты понимаешь, что все есть смерть через тотальную жизнь. И это новые такие состояния, и я как раз попробую ребятам донести это все на ретрите, что это за состояние. Потому что как только вы славливаете вот эти состояния, то все остальное уже становится неважным. Все остальное становится таким блошиной бега. Ты видишь, начинаешь видеть каждого человека через его программу. Ты уже не видишь этого человека, как его белковое тело, как силуэт, как его какие-то высказывания, действия, манеры общения, еще что-либо. У тебя это уже пропадает, тебе это уже… Ты видишь глубже эта оболочка. И когда ты смотришь сквозь эту оболочку, ты видишь саму энергетическую структуру данного рода. Потому что каждый человек – это представитель многомиллионного рода. И когда ты видишь его, когда ты видишь вот этот род в представление одной энергоструктуры, тогда у тебя абсолютно другие восприятия данного, пусть будет человека, данной структуры, данной энергетической структуры, которая будет находиться там рядом с тобой, перед тобой, которая будет с тобой общаться. Это другой уровень восприятия. Он не похож ни на что. И когда мы видим вот это через вот эту энергию, тогда и слова становятся бессмысленными. Но здесь дело, наверное, не в словах, здесь дело, наверное, вот в этой вот глубине. И вот эти вот новые состояния, новые распаковки, они идут настолько быстро. Почему я хотела уйти на какое-то время? Потому что я иногда не успеваю за самой собой. Я не успеваю распаковывать то, что со мной происходит. И вчера у меня получилась такая ситуация. То есть каким бы бредом вам это ни казалось, но я всё равно открою. Я это вам скажу в двух словах. Я не буду это раскрывать прям вот очень-очень детально, очень глубоко. Но могу сказать вам абсолютно точно, что на ретрите я научу вас это видеть. На ретрите я покажу вам, что вы это видите. И это то видение, когда вы видите, я не знаю, можете это называть тонкие планы, может быть, это энергетическая структура, может быть, это другой мир. Можете назвать это хоть как, чтобы вам… Я не буду сейчас новые слова придумывать, хотя, наверное, нужно бы, чтобы вы каждый не начали фантазировать через призму своего мировосприятия. Но это как раз та плотность, та тайная плотность, где происходят более глубинные вещи. Когда ты уже начинаешь общаться с людьми, которые находятся в нефизическом теле. И в том числе, когда ты начинаешь общаться и видеть, как бы это вам кому-то не было смешно, тех мудрецов, которые мы говорим, дольмены, да, вы знаете, что я не так давно вообще с ними познакомилась. Я смеялась над этими людьми. Мне казалось, что, боже мой, что такое, опять себе какую-то развлекаловку придумали, опять себе какую-то игрушку придумали. И очень мало про них говорила. Очень мало про них говорила, потому что я понимала, что не все люди к этому готовы. Не все люди готовы к тому, что происходит, откуда это всё. Но как уже я всё чаще и чаще хожу по таким местам силы, я всё чаще и чаще хожу по дольменам. И в том числе я встречалась с людьми, которые научно обследуют эти дольмены, эти камни. И они не скрывают, у них есть научные работы, которые можно посмотреть и в интернете в том числе. Не все, конечно, работы выводят в открытый доступ, но тем не менее они не скрывают элементарных фактов, что абсолютно другие, около дольменов в той или иной степени прорываются таблицы Менделеева. И это не просто так. Это научно доказано. Это доказано не только наукой, это доказано людьми. И когда ты научаешься разговаривать не только с людьми, которые в белковом воплощении, но и когда ты научаешься разговаривать с людьми, которые вне белкового воплощения, это могут быть те люди, которые мы считаем, что они погибли, умерли. Это те плотности, это те другие, которые мы не хотим, мы их видим очень часто, но мы не хотим на них обращать внимание по определенным причинам, потому что нам кажется, что это шиза, да? Но тем не менее, это есть. И это, конечно же, без этого никуда. Это те мудрецы, которые есть в тех же дольменах. И у меня вчера случилась такая ситуация. Кто-то, может быть, сталкивался. В общем, я захотела у кота вывести блох. То есть у меня у котенка блохи были. И мне посоветовали черемичную воду. По-моему, правильно я сказала, черемичная вода. Но я так быстренько леснула, сразу же нашла ее в аптеке. Она там 3 копейки стоит, потому что я сначала посмотрела ампула. Ампула стоит одна ампула. Там их нужно не меньше двух. От полутора тысяч рублей одна ампула для котенка. И их нужно минимум две. А тут мне сказали, как бы есть вот такая вода. Она стоит там 100 рублей в аптеке. И ей пользовались там несколько поколений. И людям убирали вши, и животным убирали там определено. И оказывается, это еще вода от алкоголизма была замечена. Но я посмотрела, что это вода, это трава. Вот, но как-то очень быстро я это все пролеснула. И вчера мы кота помыли, и вот этой вот водичкой его обильно намазали, налили. Вот, причем я так налила, что я даже не посмотрела, что им нельзя ее сглатывать. То есть у него попало и в рот, и везде, и наслизистые. Вот, я думаю, ну как бы, чтобы уж наверняка. И потом он у нас, у него пошло отравление. То есть он начал, его начало рвать, и начало рвать до такой степени, что он уже, он посинел. То есть у него язык был синий, вся слизистая была синяя. Очень холодный был, и вот он уже, когда я ворвала, он уже вот эти вот крики истошные. И мы начали, когда смотреть в интернете, оказывается, что животных можно, если они чем-то отравились, то животные, ну как правило, котов на котов, да, я смотрела, их можно в домашних условиях до приезда ветеринара, потому что когда животные травятся, если, ну действительно сильно, они просто там что-то съели, не совсем вкусное, но тем не менее, то они травятся, и у них очень быстро процесс проходит, и они, у них часто бывают очень летальные исходы. Вот, и им промывают, много воды в них заливают, потом клизму делают, но это ни в коем случае нельзя делать, если это касается яда. А эта червичная вода, это яд, потому что яд, он разъедает слизистую, и туда, если попадает вода, то по этой воде он ее разъедает еще больше. В общем, это я вам сказала обывательским способом, обывательским языком. И сколько мы не смотрели вот этих вот чатов, пабликов, то все пишут, 99,9%, что это смерть, то есть никак не спасти, либо ехать. А времени уже 10 часов вечера, мы даже никуда поехать не могли, чтобы куда-то его отвезти, но он был в таком состоянии, все. И я понимала, что его нужно хотя бы как-то согреть, я его в плед обернула, и вот я сижу с ним в пледе, и думаю, ну как вот, думаю, вот вроде человек, вот он такой всемогущий, да? Вот там мы видим те планы, другие планы, плотность, по плотностям мы умеем ходить. А как так бывает, что мы не можем какую-то элементарную заразу убрать с того плана, где мы сами находимся? И, конечно же, до меня доходит, что как бы я не могу с этого плана убрать то, что если я буду находиться сама на этом плане, пока я не перейду на следующий. То есть, когда ты в первом классе, и кто-то в первом классе, ты ему никогда не расскажешь материал третьего класса, потому что вы оба стоите, например, в первом классе. И тогда я села, вот очень-очень так расслаблен, ну это уже техники, я вам не буду говорить, да, смысла нет, занимать эфир. Вот, и попросила определенных мудрецов, я говорю, пожалуйста, помогите, поработайте с ним. Они очень быстро появляются, ну, по крайней мере, у меня, то есть это, они появляются, когда их видишь, то есть не просто там чувствуешь, слышишь, вибрацию какую-то. Физическим зрением я их очень хорошо вижу. Вот, они появились физическим зрением, говорят, ну, хорошо, типа, мы поработаем. И времени было два часа, и вот я с ним вырубилась, с котом, до четырех часов. И в четыре часа, то есть кот уже, ну, синий был, да, и в четыре часа я смотрю, думаю, где кот-то. Пошла искать его по квартире, он со старшим сыном лежит, я подхожу, вот он лежит, развалился, я начинаю ладить, он мурлычет. То есть, представляете, хватило два часа, чтобы кота вывести полностью из состояния смерти. И можно это, конечно, говорить, что там, ой, бред какой-то несёт, там ещё что-то. Я же это не рассказываю не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я это рассказываю просто то, что происходит здесь. И чем больше мы будем отрицать тех моментов, которые есть в нашей жизни, чем больше мы будем отрицать тех моментов, которые мы можем познать, чем больше мы будем отрицать те плотности, которые есть и которые мы видим, живём, существуем в других плотностях, тем больше мы будем как бы существовать на одном кольце, на одном кольце вот как раз вот этих вот блошиных бегов, где нет выхода, где есть какие-то там, я не знаю, там пятничные вечеринки, где есть там раз в неделю, там раз в год, два раза в год какие-то отпуска. То есть вот то, чего вы никогда не видите, когда вы не видите жизни, когда вы видите только то существование, которое вам позволили видеть, пока вы находитесь под определенным колпаком, пока вы не позволяете себе выйти из этой матрицы, самой большой матрицы, самой большой игры. Да, там есть подпункты, много их. Я попытаюсь каждый подпункт разобрать, ну, конечно же, не в этом в эфире. Вот, но тем не менее, что я и хочу, почему я хочу вам это донести, наверное, к тому, что как, чем мы больше будем держаться за какие-то определенные вещи, неважно, чего они касаются. Пока мы не обнулим все, что с нами происходит через любовь, то все абсолютно бессмысленно. Пока мы не обнулимся вплоть до своего белкового тела через любовь, то все остальное абсолютно бессмысленно, потому что все остальное нас будет привязывать к страху смерти. И этот страх смерти будет всегда управлять нами в любой ситуации. Мы никогда не вылезем на следующий уровень самого себя. Вот. Ребята, я вам еще раз хочу сказать, что вы можете столько, сколько вы даже себе не представляете. Я не представляю еще сколько всего возможно. Но я вижу, какие вещи начинают происходить. Я вижу, какие, как мне иногда кажется, что абсолютно нереальные вещи, которых даже не было. То есть настолько быстро происходят в моем поле для меня лично, для меня самой, так быстро происходят какие-то определенные метаморфозы, я не знаю, как их еще назвать, что даже если нет их в моей картине мира, они просто происходят. И моя задача сейчас не ставить что-то под сомнение, не делать это, ой, это я ошиблась, это мне показалось, это еще что-то, а просто принять через любовь, что да, оно есть. Просто я это сейчас пока не ощущаю, как оно, не знаю инструкции, как это происходит, но это происходит. И чем быстрее ты принимаешь все состояния, которые происходят с тобой, все моменты, все действия, все, что происходит с тобой, чем быстрее ты это принимаешь для самой себя, тем быстрее ты идешь к другим познаниям себя. И когда ты идешь к другим познаниям самого себя, тогда тебе хочется, ну, хочется кому-то это побыстрее рассказать, Наверное, это уже не тот процесс Потому что я говорила, когда у меня пришло Вот это вот обнуление, когда пришла вот эта вот Смерть в белковом теле То как раз тогда Настало такое состояние, что уже ничего Не хотелось, и я очень прекрасно понимала Людей, которые на определенном этапе Просто уходят Уходят в тень Потому что я не понимаю, что что бы ты ни говорила Это настолько бессмысленно Пока этот человек сам Не прочувствует А с другой стороны, я сейчас уже понимаю Меня немножечко попустило И я понимаю, что действительно есть такие люди Которым нужно вот еще чуть-чуть Еще вот один щелчок какой-то И они выходят на новый уровень себя И вот как я говорила Что я, наверное, срабатываю определенным триггером Для кого-то Наверное, я еще раз это попробую И еще раз повторюсь, что я, наверное, попробую это На ретрите Посмотрю, как ребята готовы к новой информации Насколько готовность это принять И если я увижу, что да, действительно готовы Готовы, да, действительно И они идут прямо вот туда То марафоны еще будут Ретриты И марафоны Если я увижу, что я уже говорю Каким-то таким языком Который сложно им принять Сложно выцепить оттуда смысл какой-то То это будет последний ретрит и марафон То я уже ухожу В себя Ну не в себя А в свои процессы Вот Посмотрим Но пока Пока Ребята просят меня еще провести марафоны Не знаю пока Вот просто Чтобы никого не обманывать Чтобы себя не обманывать Чтобы не обещать чего-то того Что я пойму потом, что это не так Потому что когда происходят такие вещи Они просто в ноль И ты понимаешь, что Мы живем в материальном мире И когда мы Пока мы живем в материальном мире Мы понимаем, что нам нужно На чем-то передвигаться Где-то жить Что-то одеть Что-то куда-то съездить Куда-то детей отдать Это все вот эти понимания есть Но они на очередном этапе Так обнуляются И чтобы их как бы выцепить Не могу пока сказать Как это делается То есть нет такого, что там Ой, мне ничего не надо Или ой, мне нужно много То есть и тот, и тот Аспект Он абсолютно незначим И вот когда вот приходит Вот прям вот такое Во всех планах Вот это вот обнуление Ты чувствуешь себя другим И ты чувствуешь себя живым Через смерть И когда ты чувствуешь себя живым Через смерть Ты себя воспринимаешь по-другому Ты воспринимаешь каждый листочек Каждый звук Каждую птичку Букашку, таракашку Собаку, кошку Неважно что Ты всегда воспринимаешь Что они просто тотально есть Это тотально жизнь И ты есть Это тотальная жизнь Но ты очень четко Так же воспринимаешь Что если не будет Этой кошки Этого листочка Этого насекомого Твоя жизнь не изменится Ровно ни на сколько Она будет точно так же Продолжаться И точно так же Ты понимаешь Что если и тебя не будет Вся жизнь будет продолжаться Ровно так же И ты понимаешь Что ты есть смерть Через тотальную жизнь Как через одно Так и через другое И когда вот это Понимание происходит Когда оно происходит Мое слово любим Тотально, да? То весь мир становится другим И тогда тебе нужно будет Еще посмотреть А ты один в этом мире или нет И это уже другие ощущения Вот, ребят, как-то так Если есть какие-то вопросы То задавайте, я отвечу Если нет вопросов То я, конечно же, вас жду На ретрит На марафон В Питер И Там уже будет Мне Мне несколько ребят написали Что хотели бы совместно провести Какой-то Новый год И у нас тоже есть Несколько предложений Возможно, сделаем Новый год какой-то совместный Совместно на какой-то В каком-то поместье Возможно В каком-то месте Где есть природа Где есть погулять Где есть побегать Детям Возможно, так тоже сделаем Такой будет С минимумом С минимумом еды И с максимумом, наверное, смеха Вот, наверное, как-то так Но пока я Не могу вам сказать про это Если есть вопросы Задавайте Если нет вопросов То я тогда буду закрепляться Ты сказала Что все Что все мы видим Людей Которые уже без физической оболочки Как это мы видим? Расскажи, пожалуйста Я не могу тебе сейчас Рассказать это в эфире Смотри Мы Я только намек сделаю Ты поймешь Это Мы с ребятами Я им четко рассказываю Почему они не видят Не воспринимают Каких-то вещей Но это очень В течение нескольких дней Происходит На ретрите За несколько минут На эфире Очень сложно сказать Но Вы все, наверное, видели Неоднократно Вот, например, проходите Мимо зеркала, да И вам раз так показалось Что кто-то пробежал Такий раз Смотрите Ой, нет, никого нет Были же такие ситуации? Были, наверное Потом точно так же Были такие ситуации Что там кто-то Кто-то что-то Как уронил Думаешь Ну, как у меня могла там Кружка упасть Вроде бы Стояла нормально Потом вот Тоже бывает такое Что вот кто-то Находится в комнате Вот есть чувство Что кто-то находится в комнате Смотришь Вроде ты один И вот таких моментов же Их очень-очень много На мой все время Их откидываем А бывают такие моменты Когда ты, например Был в каком-то месте И потом встречаешься С другом С подругой С каким-то Со знакомым И он говорит Я там был Ты говоришь О, когда был Я тоже там был Или была Он говорит Вот столько-то Он говорит Блин, так я тоже там была А как мы друг друга Не увидели Тоже наверняка Были такие случаи Когда вот Вы просто расходитесь По разным плотностям В одном и том же месте Да, были ситуации Когда Как что-то пролетело Или прошло рядом Но что непонятно У всех были Все их видят Абсолютно все Но мы по определенным причинам У нас есть блок В нейросети Определенный блок Потому что Если мы сразу же Разблокируемся Все Представляете Какой хаос начнется Не все же начнут Пользоваться этим Через благо Кто-то начнет этим Пользоваться В свое Мировосприятие Ты не закрыл Поэтому Да, есть И как раз Мы стараемся Вот это вот Все раскрыть Разблокировать Чтоб не было сомнений Это все делается Очень просто Но это С одной стороны Делается очень просто С другой стороны Как бы Ты должен Над этим работать Ведь Смотрите Порезать картошку Это же тоже Очень просто Но изначально Ее тяжело Нам резать Изначально Мы же все равно К этому Надо приноровиться Нужно посмотреть Каким ножом Какими словами Какое восприятие То есть Разные Вот эти вот моменты Все просто И вы все к этому придете Через меня Через себя Через кого-то Не важно Вы все равно К этому придете Просто у всех Определенное Свое время Но всегда Все своевременно Всегда Правда Везде есть автонома В городе моем Может быть Может быть У меня Два раза Повторяются События И я Это вижу Да Когда повторяются События Когда повторяются События Это тоже Когда вы Проходите Один и тот же Этап Но не делаете Каких-то новых Вещей И у вас Вот это Дежавю Бывает Называется Когда происходит С вами Дежавю Всегда понимаете Что вы уже Были на этом Круге И не сделали Какую-то Определенную Вещь Просто нажми Нажал же ты Так Открылась? Открылась? Как разблокировать Этот блок Ребят Это мы с ребятами Делаем В течение Нескольких дней Это легко Но это нужно Прорабатывать То есть я смотрю Где его зажимы Мы все Конечно же С одной стороны Одинаковые С другой стороны Мы разные И у нас Нет такого Что вот Например Мне сказали Одно Я сразу же О И включилась А другому Сказали О И он Не понимает Он говорит Ну как бы Ну о его Вот Поэтому у каждого Есть свои моменты И свои моменты Они у нас Заложены Внутри нас И их Очень быстро То есть На первом дне Когда у нас Идет Знакомство На ретрите Первый день Знакомства Я сразу же Вижу Человека На знакомство Но я понимаю Что как бы В первый день Это не сказать То есть я Два дня Я вас раскачиваю А на третий день Мы делаем Определенные вещи Когда уже В течение двух дней Там сопли И слезы Когда вот эти Вот понимания Приходят Это как бы Ну и Действительно тяжело Потому что мы думали Что Вот у меня вот Например Пробел вот в этом А ты раз И переворачив Что оказывается Вот здесь И когда он видит Что он думал Что здесь все проработано Я думаю Боже мой Я вот этим вот жил Мне казалось Что вот это проработано Это же Мало того Что ты не видел Это Ты думал Вообще Про другое Ты столько Как кажется Что столько времени Пропустил Руслан Руслан Клево И Выйдите отсюда Выйди отсюда Ты не слышишь? Я не помню Я не помню О чем я говорила Так Видимо Быстренько Потирает память То Что увидел Лишнее Вы будете проводить Открытые встречи В Сочи? Ребят Я буду проводить Открытые встречи В Сочи Если я пойму Что на ретрите Я готова донести Новую Я да Я планировала Изначально Но меня очень сильно Тряхануло Не думала я Что бывают Такие состояния Правда Поэтому мне нужно Немножко прийти в себя Я думаю Что да Но это будет После нового года Очень хочу На следующий уровень Здорово Привет Светлана Вы часто рассказываете О чувствах Что их больше 300 Можете писать Какой-либо из этих чувств Как его распознать Благодарю Смотрите У нас очень много чувств Но некоторые чувства Я им описать не могу Потому что мы Некоторые чувства Даже не знаем Когда мы начинаем Все больше и больше чувствовать Мы погружаемся в себя И понимаем Что как бы О нифига себе Это не только пощупать Послушать Там попробовать на вкус А это еще и вот это Но я могу вам сказать Что Самый Самое Простое Как можно определить Чувства От эмоций Вот смотрите Эмоции Это я уже говорила Много раз Эмоции Всегда имеют Либо хорошо Либо плохо Мягкое Там еще что-то То есть эмоции Это всегда хорошо Это то Что вы можете Загнать в критерий В какой-то Это всегда эмоции А чувствование Вы не можете Загнать В критерий Чувствование Это всегда Просто глубина Вот когда Вы же не говорите Плохая любовь Или хорошая Вы начинаете Чувствовать Внутри И она у вас Может быть Только глубокая Она может Разливаться По вашему телу А эмоция Она может быть Хорошей Или плохой Яркой Или еще какой-то И вас начинает Подбалтывать Вот это вот Уже Называется Эмоция И когда вы Уходите В чувствование Чем больше Вы уходите В чувствование Тем больше Вы Познаете Себя И тем больше Вас они Внутри Открываются То есть Вы уже Начинаете Понимать Что вот это Я думала Что любовь А оказывается Это не любовь Это другое чувство И вы чувствуете И вы когда Начинаете Растворяться В этом У вас Так Ооо А вот здесь Становится Тепло Как я Вот в это Отдаюсь Становится Тепло И благостно А вот здесь Мне становится Мне хочется Меня улыбает Вот эта ситуация И они Вот такие Вот На каждое Вот это Ваше Чувствование Начинает Нанизываться Новое И новое Чувствование И вы Становитесь Настолько Глубоким Вы Становитесь Настолько Обширным Что когда С вами Разговаривает Человек Вы входите В его Чувствование И когда Он говорит Вам Определенные Вещи Вы видите Что он Говорит Неправильно Не потому Что он Хочет Вам Вам Соврать А потому Что он В себе Не видит Этого А вы Через Чувствование Себя Чувствуете Слышите Как он Чувствует Себя И вы Можете Вытащить Вот этот Крючок Наружу Через Чувствование Себя Только Так Не через Голову Не через Интерпретацию Каких-то Слов Рассуждений Только через Чувствование Себя И чем Больше Вас Раскрывается От этого Чувствования Тем Глубже Вы Начинаете Понимать Любого Другого Да А вам Будут Говорить Что вы Там Колдушка Там Еще Кто-то Как мне Это Говорят Меня Это Просто Улыбает Вот Но Тем Не менее Такое Да Такое Будет А умершие Близкие Люди Где Находятся Я чувствую Что Муж Рядом Всегда Может Быть Такое Спасибо Да Конечно Может Быть Такое Есть Всегда Несколько Плотностей Вот И Бывает Такое Бывает Что Люди Которые Умирают Они Не Переходят В Свою Плотность То Есть Ну Каждого Есть Своя Ну Так Скажем Удобная Плотность Да Это Неправильное Слово Но Чтобы Просто Было Понятно Вот Мы Здесь Там Люди Которые Умерли Вот В этой Плотности Ну Бывает Такое Что Они Застревают Между Двух Плотностей И Очень Часто Они Бывают Застревают Между Двух Плотностей Как бы Уже И Не Здесь Но Еще И Не Там Когда Мы Себе Простить Не Можем Какие-то Определенные Вещи Например Там У меня Кто-то Кто-то Ушел Из Этого Мира Какой-то Мой Близкий Человек И Сделал Вот То Что Я Не Сделал И Мы Получается Как За Ниточку Держим Там У него Нет Этих Чувств Которые Есть У вас Там У него Абсолютно Другие Состояния Они Нет Жалости К вам Нет Любви Нет Вот Эта Благость Оно Другое Оно Очень Ровное И Очень Такое Мягкое Облачное Глубокое Вот Но Вот Этими Своими Жалостливыми Состояниями К себе Вы Его Привязываете И Вот Это Как только Вы Проработаете У вас Это Отпускается И Вы Тогда Чувствуете Легкость То есть Он Ушел Потому Что Когда Вы Чувствуете Рядом Какого-то Близкого Человека Который Умер Это Не Всегда Приятные Состояния То Вроде Хорошо Что Он Всегда Рядом Но У У Тебя Все Дискомфорт Бывает Что Прям Как Мурашки Да Вот Это Все От Того Что Мы Не Можем Отпустить Мы Не Можем Отпустить Потому Что Думаем Что Мы Что То Не Додали А По Факту Мы Всегда Ребят Запомните Мы Всегда Делаем Всегда Всегда Все На Делаем По Максимуму В данный Момент Как Только Мы Поймем И Примем Что Мы На Данный Момент Сделали Ровно Столько Сколько Должно Быть Для Того Момента Чтобы Мы Были В Моменте Вот Сейчас Здесь То Тогда Мы Для Себя Не Будем Ни Плохими Ни Хорошими Тогда Мы Для Себя Будем Настоящими И Вот Эта Настоящесть Она Нам Будет По Другому Мы Тогда По Другому Начнем Воспринимать Любые Вещи Поэтому Всегда Только Хорошо Все Ребятки С вами Почти Час Уже Пронетел 45 Минут Как Обычно Все Очень Быстро Я Буду Закругляться Жду Вас Жду Вас На Ретрите Кто Не Может Приехать По Каким То Причинам На Марафоне Марафон Тоже Будет До Нового Года Присоединяйтесь И Конечно На Встречу В Питер Питерце И Кто Близ Лежащий К Питеру То В Декабре Мы С В В В В Живое Все Всех Вас Люблю Всех Обнимаю Спасибо Что Были Со Мной Спасибо Что Задавали Вопросы Всем Пока